Спортивные амбиции. Казахстан нацелился ни много ни мало на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году. Глава федерации по совместительству Аким Астаны Адильбек Джаксыбеков сообщил, что уже ведет переговоры о мундиале с международными организациями. Не успел он озвучить эту задумку, как тут же эксперты обрушились на него с критикой. Почему спортивные аналитики назвали эту идею абсурдной, расскажет Нургали Карабаев. Президент футбольной федерации Казахстана Адильбек Джаксыбеков удивил общественность и экспертов своим заявлением о возможном проведении чемпионата мира по футболу в Казахстане в 2026 году. Он полагает, что наша республика уже доросла, чтобы проводить такие масштабные события. Вот только эта идея не нашла поддержки среди общественности. По словам экспертов, чтобы провести мундиаль, придется построить в каждом областном центре современные стадионы, улучшить аэропорты, дороги и гостиницы. Что обойдется казне – миллиарды долларов. Что делать с огромными аренами на 50 тысяч мест, которые должны быть построены к чемпионату мира? Получается, стадионы будут простаивать или на них будет ходить столько народу, сколько в Астане ходит. Когда смотришь финал Кубка Казахстана и пустые трибуны, просто стыдно становится. Вместе с тем возникает и другой логический вопрос. Кто будет играть на чемпионате мира? Ведь сборная Казахстана по футболу запомнилась больше поражениями, чем победами. Хорошо, мы проведем чемпионат мира. Но тут возникает вопрос – кто будет играть? Если даже мы сформируем сборную, это вряд ли даст результат, потому что в отборочных турах мы, скорее всего, проиграем и просто опозоримся на весь мир. А это результаты 10 последних игр сборной Казахстана. Наши футболисты потерпели поражение в пяти матчах, две ничи и три победы. А выиграли сборные Таджикистана, Кыргызстана и Фарерских островов. Вместе с тем Адильбек Джаксыбеков заявил, что покидает пост главы Федерации футбола, которую занимал с 2007 года. Так что реализовать его идею, скорее всего, придется новому руководителю. Если Казахстан все же подаст заявку на проведение чемпионата мира в 2026 году, тогда придется соперничать с такими странами, как США, Канада и Мексика, где инфраструктура лучше, а интерес к футболу намного выше. Также стоит отметить, что чемпионаты мира с каждым разом обходятся все дороже. Например, власти Бразилии потратили на Мундиаль более 13 миллиардов долларов, а Россия собирается израсходовать не менее 20 миллиардов.